Здравствуйте! Здравствуйте! Один из них — это святитель Дмитрий Ростовский, преподобный Дмитрий Прилуцкий, вологодский чудотворец, благоверный царевич Дмитрий Угличский. А как много тех, кто малоизвестен, тех, кто пострадал за веру в XX столетии. О некоторых святых с именем Дмитрий рассказывает книга, о которой сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и называется «Святой Дмитрий». В этой книге собраны жития святых, носивших имя Дмитрий и оставивших свой славный след в истории Руси. И хотя происхождение этого имени имеет греческие корни, оно свято для русского человека. На первых же страницах русской летописи мы встречаемся с упоминанием о святом великомученике Дмитрии Солунском. Когда Вещий Олег разгромил греков под Константинополем в 1907 году, как сообщает летопись, убоялись греки и говорили, «Это не Олег, но святой Дмитрий послан на нас от Бога». А в старинных русских былинах великомученик Дмитрий изображается русским по происхождению. Так сливался этот образ с душой русского народа. Быть может, поэтому и данный сборник берет свое начало от жития святого воина. Для тех, кто не знаком с житием великомученика Дмитрия Солунского, вкратце расскажем о нем. Был он сыном римского проконсула в Фессалониках. Занимая эту должность, отец будущего мученика не мог открыто исповедовать христианскую веру. Поэтому родители святого Дмитрия были тайными христианами. В тайной домовой церкви, бывшей в доме проконсула, мальчик был крещен и наставлен в христианской вере. Когда отец умер, а Дмитрий достиг совершеннолетия, он был назначен на место отца. В его обязанности входило защищать город от набегов варваров и истреблять христиан. Но вместо этого святой Дмитрий, открыто исповедовав себя христианином, стал учить жителей города истинной вере, за что и был казнен 8 ноября 306 года. Спустя столетия нетленные мощи святого стали мироточить, в результате чего святая церковь стала именовать его мироточивым. Помимо жития, в первую часть книги входят краткие рассказы о чудесах, которые происходили по молитве к великомученику, о его почитании, распространившемся по всему миру. Здесь же читатели найдут акафист и молитвы святому. Церковное почитание святого в русской церкви, как пишут издатели, началось сразу после крещения Руси. Храмы, посвященные великомученику, имелись почти в каждом значительном русском городе. В 1197 году из Солуни во Владимир великим князем Всеволодом Юрьевичем была перенесена икона великомученика Дмитрия, написанная на доске от гроба святого, и это событие было внесено как праздник в Древние Святцы. Чудотворная икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а накануне Куликовской битвы в 1380 году была торжественно перенесена в Москву как Великая Святыня благоверным великим князем Дмитрием Донским и поставлена в Успенском соборе Московского Кремля. Ныне она находится в Третьяковской галерее. Как отмечают издатели, в Древней Руси День святого великомученика Дмитрия был в числе больших праздников. Службу обыкновенно совершал сам патриарх в присутствии государя. Память Солунского святого связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Об особом почитании на Руси великомученика Дмитрия свидетельствует и традиция русских князей называть своих первенцев именем этого святого. Так было у Ярослава I, Юрия Долгорукова, Александра Невского, Иоанна II, Иоанна Грозного, Алексея Михайловича. Имя Дмитрия наряду с именем Георгий долгое время занимало одно из самых почетных мест в русском княжеском, а позднее царском, христианском аномастиконе, то есть именном словаре. Следующий святой, о котором рассказывает эта книга, это благоверный великий князь Дмитрий Донской. Он был ревностным почитателем великомученика Дмитрия Солунского. Родился князь в 1350 году. Воспитывался под руководством святителя Алексея Московского. Христианское благочестие святого князя сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, святой Дмитрий просил благословения у преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников Александра Пересвета и Андрея Аслябе. За победу на Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы князь Дмитрий стал именоваться Донским. А в память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для общецерковного поминовения Дмитриевская Родительская Суббота. В первый раз эта панихида была совершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 года преподобным Сергием Радонежским в присутствии святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Эта церковная традиция сохранилась и по сей день. Когда в 1389 году великий князь Дмитрий Иоаннович на 41 году жизни умер, его кончина поразила всю Русь. И, как отмечают издатели, праведный подвиг князя, отдавшего душу свою за други свои, не был забыт православным верующим народом. Он побуждает и ныне чад церковных к служению на благо Родины и ее народа. Подробнее о жизни благоверного князя Дмитрия Донского говорится во второй части книги. А продолжает ее житие святого покровителя Вологды, преподобного Дмитрия Прилуцкого. Как говорится в его житии, Вологодский чудотворец очень много значил в жизни каждого вологжанина. Его именем вплоть до начала XX века любили нарекать мальчиков при рождении. Так, например, и история рождения святителя Игнатия Бринчанинова связана с преподобным Дмитрием. Именно по молитвам к чудотворцу появился будущий учитель покаяния и имя святого было дано ему при крещении. Рассказывает эта книга и о последнем удельном князе, благоверном царевиче Дмитрии Углическом, о составителе чьих миней, святителе Дмитрии Ростовском, а также о 22 новомучениках Церкви Русской. Наверное, в каждой верующей семье есть особо почитаемые святые, сыгравшие и играющие в ее жизни важную роль. Для кого-то лучиком света, освящающим дорогу к Богу, стал святой первых веков христианства, для кого-то — живший в XX веке. Но все они, святые каждого поколения, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, соединяясь с теми, кто умер прежде, и, подобно им, наполняясь светом, становятся золотой цепью, где каждый святой составляет отдельное звено, соединенное с другими верой, делами и любовью. Так в едином Боге они образуют единую цепь, которую нелегко порвать. Пример к такому единению в Боге читатели найдут и на страницах книги святой Дмитрии. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами прощаюсь и желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин